Первый текст, который я хочу прочитать, это Евангелие от Иоанна, 1 глава, 42 стих. И привел его к Иисусу, Иисус же, взглянув на него, сказал, ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься кифа, что значит камень. Посмотрите, Андрей приводит ко Христу своего брата. Брата зовут Симон. Сегодня мы с Женей искали значение слова, что значит Симон. Симон услышанный, в переводе означает услышанный. Родители дали ему это имя. И вот приходит время, когда его брат Андрей приводит к Иисусу. И Симон предстоит пред Иисусом. И посмотрите, что говорит Иисус. Иисус, он взглянув на него, сказал, Симон, или другими словами, твое имя услышанный. Иисус, ты сын Ионин, теперь тебя будем называть по-другому. Как? Петр. Отныне мы все будем называть тебя Петр. И что значит Петр? Хамень. Христос дает новое имя человеку. Удивительно. За свою жизнь Петр сменил имя. Родители дали ему одно имя. А когда он пришел ко Христу, Христос дал ему другое имя. Но я хочу вам сегодня показать, что Христос еще и называл его и третьим именем. И то, что мы с вами увидим и прочитаем, а мы должны быть очень внимательны, мы должны понять опасность. И если мы делаем что-то неправильно, если мы уклоняемся от Бога, мы подвергаем свою жизнь опасности. Давайте мы откроем Евангелие от Матфея, 16 главу. И мы взглянем еще на один текст. Матфея, 16 глава, с 21 стиха. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что Ему должно идти в Иерусалим, много пострадать от старейшины первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Мы видим, Христос, Он собирает учеников, и Он им рассказывает, Он говорит им, приходит время, время приближается. И это будет не то время, то, что вы ожидали. Время, когда я буду много страдать. Время, когда меня убьют. Он рассказывает, Он сеет им это слово. И посмотрите, 22 стих. Мы встречаем Петра, и Петр говорит некоторые вещи. Делает и говорит некоторые вещи. Смотрите. И отозвав Его, Петр начал прикословить Ему. То есть, что он делает? Он отводит Христа в сторону. То есть, другими словами, он говорит, Иисус, можно тебе на минутку, я что-то хочу тебе сказать. Давай, мы отойдем в сторону. Он как бы отводит Его в сторону, отозвав Его. Ну, примерно это, примерно это выглядело бы так, Максим. Отозвав. Отозвав. От всех. Отозвав. То есть, Иисус рассказывает там, в народе, о том, что с Ним должно произойти, что Он должен много пострадать и умереть. И Петр Его отзывает и говорит, знаешь, я тебе хочу вот что сказать. И что Он говорит? Будь к себе милостив. Зачем тебе это? Будь милостив к себе. Зачем тебе это? Да не будет этого с тобою. И что говорит Христос? Посмотрите. Он же, обратившись, сказал кому? Камню. Отойди от Меня, Сатана. Когда Петр пришел к Иисусу, его звали Симон, услышанный. Придя ко Христу, Христос дает ему новое имя. Он говорит, теперь ты будешь камень. Петр, камень. И вот они следуют за Христом. Христос говорит о своих страданиях. И Петр его отзывает, уводит в сторону и говорит, Господи, будь к себе милостив, да не будет этого. Что сдаёт ему ещё одно имя? Он называет его как? Сатана. Знаете, что значит Сатана? Что обозначает это имя? Оно обозначает противник. Смотрите, как за короткий промежуток времени Петр сменяет три имени. Симон, Петр, Сатана. Услышанный камень противник. Послушайте одну очень важную вещь. Будьте очень осторожны к людям, которые отзываются в сто будьте очень внимательны к тому, что вы слышите, когда они говорят вам. Петр не справился с искушением. Он поступил не так, как обычно. В его сердце было определённое желание, было определённое стремление. Он думал как-то по-особенному, по-своему. и он отвёл Христа. И послушайте, он пытался увести Христа с того пути, по которому Христос шёл. И в нашей жизни мы будем сталкиваться с такими людьми, которые попытаются нас отвести в сторону с того пути, на который Бог призвал нас. И это может быть выглядеть очень красиво. Вы знаете, Господи, да не да не будет этого с тобою. Будь милостив к себе. Послушайте, это очень важно услышать нам это. Христос говорит, Он обращается к Нему и Он говорит, отойди от Меня. Он как бы прогоняет Его от себя. Он говорит, отойди от Меня. Так странно. Отойди от Меня. Ты мне соблазн, ты противник. Ты идешь против воли Божьей. Ты противник. Ты мешаешь мне. Ты препятствуешь мне сделать то, к чему Бог призвал меня. Ты мне соблазн. И дальше Он разъясняет, почему. Посмотрите 23 стих. Потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. что привело его к смене имени. Думаешь не то, что Божье. Начинаешь думать по-человечески. Как это? Вы знаете, когда апостол Петр услышал то, что Христос им рассказывал, он говорит, все, ребят, я иду в Иерусалим, там я буду страдать, и там я умру. И то, что сказал Христос, не вписывалось в планы апостола Петра. Потому что еще совсем недавно, знаете, что происходило? Еще совсем недавно они накормили пять тысяч человек. Еще совсем недавно происходили такие чудеса, знамения. И у Петра у него были свои планы на жизнь. Более того, у него были еще свои планы на жизни Иисуса. Ты знаешь, Иисус, у меня есть свой план. Ты, конечно, ну, как бы говоришь, да, пострадать, но у меня есть свой план в отношении твоей жизни. Поэтому будь милостив к себе и ко мне. Будь милостив к себе и ко мне. Что же это за план? Вы помните, когда уже они приблизились, то Петр сказал такую фразу, у меня есть меч, даже два. И Христос ему тогда сказал, достаточно, одного достаточно. Какой же был план у Петра? У Петра был план, отличающийся от плана Христа. У него был меч, и он готов был сражаться за Иисуса. И он говорил, мы никому, мы никому, мы не дадим Христа в обиду никому, никому. И у нас есть меч, и мы будем сражаться. И эти римские уши будут отлетать одно за другим, одно за другим, одно за другим. И если надо, Господи, мы пойдем и на смерть ради этого. Но мы не допустим, чтобы ты страдал и чтобы ты умер. Это был его план. А какой был план Божий? А план заключался в том, что Христос должен был пострадать за грехи людей и умереть. в этом заключался план Божий. Петр планировал построить царство земное вместе со Христом. А Христос пришел для того, чтобы построить здесь царство Божие. Не земное, но Божие. Послушайте, друзья, свои молитвы. Очень часто мы втягиваем Христа в свои планы. Или мы пытаемся затянуть его в наши планы. Мы уже что-то напланировали в нашей жизни. Мы уже так решили. И теперь Господь, мы уводим его, знаете, так, в сторону и говорим, ну, будь милостив к себе и ко мне. Давай, давай, пожалуйста, вот у меня есть план. Чем он хуже? Чем он? Он лучше нам? Давай мы ты лучше останешься ходить, кормить голодных, мы будем исцелять больных, мы будем воскрешать мертвых. Зачем тебе страдать и зачем тебе умирать? Посмотрите на что, на в какую сторону клонил Петр будь милостив к себе. Вы знаете, это тоже очень удивительно, потому что, когда Христос пришел, он повернулся к себе спиной и к нам, грешным людям, он повернулся лицом. А что делает Петр? Будь милостив к себе. Слушай, повернись к себе лицом. К себе, не к другим, к себе, будь милостив к себе. И другое, он говорил, да не будет этого с тобою. Да не будет. Да не будешь ты делать то, к чему Бог тебя призвал. Христос вовремя, быстро, молниеносно распознал, откуда был этот позыв. И он, обратившись к нему, он сказал, отойди от меня противник. Это жестко. Представьте, если бы вдруг вас, я назвал, сказал, отойди отсюда, сатана. Как бы вы отреагировали? Вы отговариваете меня, чтобы сделать дело Божье, и я поворачиваюсь к вам и говорю, отойди от меня, сатана. Как бы вы отреагировали? Противник. Ты идешь против воли Божьей. Ты идешь против дела Божьего. Вы знаете, вот эти смены имен, они могут быть на протяжении всей нашей жизни. Но нам важно, как людям верующим, понять, кто мы на самом деле. И если я Петр, если я камень, я должен стоять в этом. А Христос четко и ясно ему сказал, почему ты камень? Потому что на этом камне я создам церковь, и врата ада не смогут одолеть ее. Он ясно ему дал понять, к чему он клонит. Когда мы читаем послание апостола Петра, вы знаете, что есть жизнь Петра, которую мы наблюдаем, но есть еще и послание апостола Петра. И послание апостола Петра, они основаны не только на откровениях, они еще основаны и на опыте, через который прошел апостол Петр. Поэтому мне нравится читать послание Петра. Они прошли через опыт. И он прекрасно знал, что значит быть противником, что значит носить это имя, что значит противиться делу Божьему и что значит противиться Христу. И в своих посланиях он очень четко и ясно описывает это. Вы знаете, что нам людям, вот нам свойственно контролировать все. Вы это чувствуете? Контролировать. Нам хочется контролировать свою жизнь. Контролировать. Так. Контролировать финансы, контролировать братьям хочется контролировать в семье свой дом. Так, чтобы все было по-моему. Так. Вы чувствуете это? Женщины тоже любят контролировать такое. Мы все держать под контролем. Так, тихо, все, я все держу под контролем. Все, мы. Ну, это вот как микрофон, который я держу в руках. Он под контролем. Чьим? Моим. Поэтому, если я отдам микрофон Максиму, то я потеряю что? Контроль. Но, что делать? Мне не хочется потерять контроль. Ну, я тогда ему скажу, скажи что-нибудь. Всем привет. Слава Иисусу. Это хорошо. Когда мне что-то нравится, что он говорит, он будет говорить. Но, если мне не нравится то, что он говорит, я думаю, и так с нашей жизнью. Но, знаете, что? Я думаю, что у меня все под контролем. Вот там сидит человек. Кто там сегодня за пультом? Данил, это не у меня. Я думаю, что у меня все под контролем. Там контроль. Знаете, как это делается? Как это мы, если вдруг мы, когда учились в школе Христа, с Данилом спали в одной комнате. И, может быть, я храпел и мешал ему спать. И он сейчас может вспомнить, сказать, он мне всю ночь мешал, я устрою ему сейчас. Я обрублю ему звук, или буду периодически его обрубать, избивать его. Вы знаете, мы очень часто думаем, что все под нашим контролем. Деньги, ситуация, семья. Даже я еду на машине, и так я все под контролем, все держу под контролем. Мы так думаем. Но на самом деле мы должны понимать, кто на самом деле контролирует ситуацию. У него все под контролем. И если он захочет, он отключит твой микрофон. И если он захочет, ты сломаешься там, на этом мосту. И если он захочет, ты потерпишь крах. И ты не сможешь ничего делать со своими деньгами. Если он захочет, он все держит под контролем. И нам нужно научиться этому. Доверять тому, кто держит все под контролем. А теперь давайте мы прочитаем послание апостола Петра. Послание, которое основано не только на откровениях, но и на опыте, потому что Петр прекрасно знал, что значит быть противником, что значит быть на стороне дьявола, что значит уводить Христа с Божьего пути. Первое послание Петра, пятая глава, мы будем читать с пятого стиха по десятый. Так же и младшие повинуйтесь пастырям. Все же подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Послушайте, что является корнем противления Христу. Кому противится Христос, Христос противится противнику. Запомните это. Если человек идет против Христа, он противник, и Христос противится противнику. Чем вызвано это? Здесь написано гордость. Бог противится гордым. Вы никогда не будете иметь успех, если в вашей жизни нет смирения, нет смиренно мудрия. мы должны учиться смирению. Смирение, оно заключается в том, что я подчиняю свою волю, свои желания воле Божьей. Если вы откроете ту историю Евангелия от Матфея, где мы читали, то там есть продолжение. Посмотрите, Матфея 16, 23, Он же обратившись сказал Петру, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. 24, и тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за Мною, отверни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Христос ясно указывает и говорит, вам нужно смириться, гордый человек не будет иметь успеха во мне, во Христе. Мы должны иметь смиренно мудрее. В этом стихе есть такой оттенок повинуйтесь. И мы должны научиться повиноваться Христу. И если Христос говорит что-то и это не вписывается в наши планы, мы должны смириться. Потому что если мы не вписываясь в Божьи планы продолжаем упорствовать, продолжаем вот Христа втянуть в наши человеческие рассуждения, мы автоматически становимся противниками Богу. И Бог выходит против нас, Он не даст нам ни успеха, Он не даст нам ни благословения, в какой бы сфере жизни мы ни находились. Пусть то это семья, или это работа наша, или это учеба. Бог гордым противится. Дальше посмотрите 6 стих, 1 Петра 5 глава. смиритесь под крепкую руку Божьей и вознесет вас в свое время. Бог не будет возносить гордого человека. Бог не будет возносить человека, который настроил себе планы в своей жизни, тем более, если эти планы расходятся со священным писанием, и Бог не будет благословлять этого человека. Но такой человек находится в оппозиции Богу. И для этого, если мы хотим, чтобы Бог благословлял нас, нам нужно смириться под Его крепкую руку. Братья и сестры, под Его крепкую руку. Под Его. Дальше 7 стих, 3, и тогда в стиху вашу возложите на Него, и Он печется о вас. Мы же все путаем. Мы в нашей гордости, надменности пытаемся возложить все заботы на Него. Мы пытаемся сказать, Боже, твой план, он какой-то странный для меня. И очень часто мы пытаемся, знаете, все списать на сатану. Вы не замечали? Брат ехал на автомобиле, и вдруг гвоздь попал ему в колесо. Колесо спустилось. Говорит, сатана помешал мне. Дьявол мне гвозди в колеса. Причем здесь дьявол напротив твоего дома стройка идет. Там гвозди везде разбросаны. Или я слышал, как один брат жаловался, говорит, теща едет. Теща, о, Боже, во имя Иисуса, сатана, я рожаю, теща едет. И он в такой стоит, знаете, в войне, борьбе, едет. Теща, все, мы сейчас будем сражаться с сатаной. Но ведь ты совсем недавно на домашней группе молился. Боже, дай мне терпение. И Божий план хорошо, я научу тебя терпению. И этот подарок будет просто завернут в эту упаковку теща. и ты научишься терпеть. Сейчас пытаемся что-то не по-шему. Когда что-то нам не нравится, мы пытаемся это списать, свалить на кого-то из людей. И если нам не удается свалить на кого-то из людей, мы сваливаем это на дьявола. Но Библия говорит нам о том, что во многом мы очень сами виноваты. Мы сами впадаем в искушение. Мы настроили себе планов. Мы думаем, что вот это так будет, так или вот так. И мы даже не удосуживаемся спросить у Бога, Боже, а какой у тебя план? А что ты думаешь? Восьмой стих. трезвитесь, бодрствуйте. Это пишет апостол Петр. Человек, который прошел через это, он говорит, я был противником. Я просто в какой-то из дней я перестал бодрствовать. Я перестал находиться в трезвом уме. И дьявол, этот противник, он подкрался ко мне. И я стал употребляем им. Я стал противником. Посмотрите, трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник, ваш дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Почему Иисус назвал Петра сатана? Потому что Петр, следуя за Иисусом, находясь с ним рядом, в какой-то момент стал думать, как дьявол. И он стал провозглашать это вслух. Мы даже не задумываемся о том, что дьявол ищет нас, чтобы использовать для своих целей. Мы даже не думаем над этим. А почему? Потому что не бодрствуем, не ищем воле Божьей, не спрашиваем у Бога про планы, которые мы решили воплотить в жизнь. Но он говорит, трезвитесь и бодрствуйте, и девятый стих, противостойте ему твердой верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями нашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми ему слава и держава во веки веков. Аминь. Петр реально понимает, он говорит, все под контролем Бога. Бог все контролирует. А что нужно мне? Мне нужно следовать за Ним. Мне нужно искать Его воли. и знаешь, может быть, тебе такая мысль прилетает. Ну вот, хорошая идея, может быть, я стану хорошим бизнесменом, что-то смогу сделать, заработать денег и даже такие какие-то положительные вещи, вот я заработаю, я смогу там построить дом молитвы или может быть, поддерживать какого-то пастора или миссионера, хороший. Твои планы, но знаешь, я хочу, чтобы ты серьезно подошел к этому. Может быть, эта мысль, она пришла к тебе от дьявола. Что думает Бог по этому плану, по этому насчет этого плана? Что Он думает? Может быть, твое призвание совсем другое? И Бог говорит, я буду обеспечивать тебя и твою семью, для меня это несложно, следуй за мной. Вы помните, как Он говорил апостолам? Он говорил, разве вы, ходя за мной, испытывали в чем-либо нужду? Нет, мы ни в чем не испытывали нужды. Тогда почему вы думаете по-человечески? Он обличал Петра и говорил, ты думаешь не то, что Божье, ты думаешь, что человеческое? Вы знаете, нам так хочется, я как-то даже проповедовал на эту тему, нам так хочется, вы знаете, пожить по-человечески? Вы не чувствовали это? Мы пришли с вами к Господу, такая была ужасная жизнь, в конце концов, так хочется нормально пожить, по-человечески. А этот проповедник говорит, нет, надо жить по-божьему, а нам так хочется по-человечески. По-божьему как-то не вписывается в наши планы. Почему? Потому что по-божьему нужно прощать, по-божьему нужно терпеть, по-божьему нужно любить, по-божьему нужно даже иногда все продать и раздать. По-божьему это значит жить свято, это не давать слабинки своим эмоциям по-божьему но нам так хочется жить по-человечески и мы по-человечески строим планы. Но знаете, что самое страшное? Что мы даже не замечаем, что живя по-человечески и строя человеческие планы мы удаляемся от Господа. Раз, мы становимся противниками Богу два и Бог противостоит нам это три. Чему нам нужно учиться людям пришедшим ко Христу смиренно мудрее. Нам нужно смиряться пред Господом. Вы знаете, когда парень девушка, может быть даже наглядно бы показать мужа и жену. Может быть Саша с Олесей поможете? Вы жених и невеста. Поможете мне? Если можно. Саша где-то здесь. Если можно. Почему вы раздельно сидите? Вы же жених и невеста. Если можно. Да, да, да. Вы знаете, у них 4 ноября будет венчание. Слава Господу. Давайте мы еще раз поприветствуем. еще не передумала ты, да? Нет, слава Богу, Саша сказал мне, что тоже нет. Смотрите, когда молодые люди еще не женаты, то между ними есть огромное влечение друг к другу. Огромное. Правда? Ну, хочется быть вместе, хочется вместе гулять, и мы хочется вместе общаться, хочется друг друга потрогать за руку, хочется. Или это смысл тогда, если не хочется, то тогда брак по расчету. Но если любовь, то до брака происходят такие вещи, им хочется. У них такой действует, как магнит притягивается. И мы пасторы очень часто так встаем. Нет, до брака нельзя. Только в браке. Даже мыслить не думай. Даже не мысли, все, до брака вы должны хранить себя. И у них есть такое, ну, как сила притяжения. А потом, когда они женятся и проходит какое-то время, происходит какая-то обратная реакция. Нет? Ей нужно будет повиноваться ему. И он говорит, Олеся никогда нет. Нет. А она сразу, как это нет? В смысле нет? Как это? возникает конфликт сразу внутри его. она меня не слушает? Я ведь муж. А она говорит, как это он так мне навязывает свою идеологию? И что происходит? Происходит такое, уже не пастора, уже так вот, раз, и пастор уже, ну давайте поближе, ну давайте, ну что, почему ты его не слушаешь, почему ты мог же как-то по-другому? И мы потом пытаемся это все опять склеить. У меня одного так в семье? Или еще? То есть у вас не так, да? У вас такого нет? но это правда? Но знаете что? Смотрите, это гордость. Вот то, что я вам показал в браке, это гордость. Это то, о чем апостол Петр говорил. Гордость. и гордость так, что Бог противится. Вот ты хоть замолись в таком состоянии. И я пошла молиться. Она пошла молиться. Так, спиной повернись. Спиной, да, как будто. Я тоже пошел молиться. И они молятся там. Такие молитвы, Боже, ты же видишь мою жену, она непослушная. Боже, ты же видишь моего мужа, он меня не любит совсем. ноль ответа вы получите, потому что Бог гордым противится. Нет. Не иди примирись. Потому что мы примиряемся, примирились, все хорошо, а потом опять. Я сказал, будет по-моему, а она говорит, как это так? В смысле? Я не согласна. И может быть, очень часто жены бывают правы, потому что жены Бог сотворил их особенными. Написано, что жена мудрая, она устрояет дом, не мужик мудрый. Жена мудрая устрояет дом, так Бог сотворил их. Я к чему веду? Когда в браке происходит смиренно мудрее, или когда смирение, знаете, и смирение, в чем есть опасность, когда она думает, что надо смириться пред мужем. Это глупость, потому что мы должны смиряться пред Богом. Так хорошо смиряться пред Богом. А что Бог говорит в отношении этой ситуации? жены повинуйтесь своим мужьям как Господу. И тогда жена смиряется пред Господом. Я сказал будет так. Не, не, а Бог что говорит? Вот как смириться пред Господом? Жен я обращаюсь с жены вашими как с немощнейшим сосудом. Поэтому ты милая, милая. Итак, пожалуйста, я прошу тебя, давай вот так поступим. поступим. Я муж, поступим. давай поступим. Она говорит, конечно. И начинает действовать такая магнитная сила между дождьми. Чик. Вы понимаете? И это касается всех сфер жизни. Это касается нашего служения, это касается воспитания детей, это касается нашей работы, это касается нашего предпринимательства, это касается нашего здоровья, это касается всего в нашей жизни. И если мы хотим иметь благословение, нам нужно наши планы, наше человеческое мышление отложить в сторону и начать думать по Божьему. Боже, а что ты думаешь? А как ты думаешь, чтобы должно было быть? И все. спасибо. Рядом садитесь только. Ну, жених, невеста можно им. Саша рядом, Вася молодец, Вася бодрствует, молодец, не пустил, и он опять, видишь, все, все как, смотри, они посередине там кого-то посадили еще. Да что ж ты будешь делать? Ну, ладно, хорошо, хорошо. Да, они хранят себя, да? Хорошо. Может, контролируют ситуацию, но все это по-настоящему контролируют Бог. Нам нужно учиться смиренно мудрее. Вы не сможете противостоять дьяволу своими человеческими силами. Конечно, вы нигде не найдете того, что дьявол, Библия называет дьявола львом. Нет, такого нет. Иисус лев из колена Иудина. Дьявол написано он как рыкающий лев. Как? Как это значит не является вот этой сутью. Как? Но он обладает определенной силой. У него есть способность чтобы лгать, у него есть способность чтобы разрушать, ломать, портить. Когда он начинает делать это? Тогда, когда мы позволяем ему. Когда мы позволяем ему? Когда мы встаем на его сторону? Когда мы встаем на его сторону? Когда мы начинаем думать по-человечески. А когда мы начинаем думать по-человечески, мы становимся противниками Богу. И тогда Бог не может помочь нам противостоять дьяволу. И мы проигрываем, проигрываем, проигрываем. Но здесь нужно, смиритесь под крепкую руку Божью Бог вознесет вас Вознесет от чего? Вознесет, вы знаете, мы даже поем какой-то псалом Есть такой текст Вознесусь или оторвусь от проблем Он вознесет, он сделает Он вознесет, это не значит, что мы так начнем ходить, важно Все смотрят, во какой Это значит, что он поставит на той ситуации, в которую мы попали Вы понимаете? Он вознесет нас Он вознесет нас Он сделает микрофон погромче Знаете, что удивительно? Что я не могу громче сделать, не могу не громче Не могу, как бы я не кричал Но если Данил добавит, это будет громче Вы слышите? Он добавляет Давайте мы посмотрим на нашу жизнь Может быть, нужно что-то исправить Давайте будем следовать за Иисусом, за Его Словом Мы не будем втягивать Его в наши планы Упрашивать Его, о Боже, войди в мои планы Давайте лучше мы увидим Его план для нашей жизни Или мы сомневаемся Мы думаем, что Божий план для нас Он не такой совершенный, не такой прекрасный Что он не лучший Намного лучше Намного прекрасней Намного совершенней Давайте доверим Ему Нашу жизнь Встанем на наши ноги, помолимся Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!